Здравствуйте! Вот в годы моего детства одни из важных, так сказать, общеразвивающих научных дисциплин у нас всегда была география. И вот в комнате такой культурного ребёнка, такого вот мальчика или девочки, обязательно висела политическая карта мира. Ну или физическая, но обычно политическая, чтобы все страны знали. Вот мы были все невыездные, но вот все страны знали, где какая столица, там, где Куала-Лумпур, где Катманду, это мы все знали. И вот такой, так сказать, культурный код, если я спрошу человека, что такое Арима-Трак-Якси-Четилоп. Если он моего полиягода, то есть у него с детства висела в комнате политической карты мира, оно значит, что задом наперёд это читается Арима-Трак-Якси-Четилоп. А я вот это, естественно, вот, тоскуя, смотрел на карту и читал в ту, в другую сторону, куда ж тут денешься. Вот. Политическая карта мира. Так вот, для шлифовки вашего, так сказать, образа совершенного человека хочу вас познакомить ещё с проблемой Африки. Африка – это, наверное, самый многострадальный континент у нас на земном шаре, с самыми большими проблемами такими историческими, самыми неразрешёнными до сих пор. Дело в том, что, вообще-то говоря, Африка, по большому счёту, вот, когда я вот говорю Африка, то, о чём я хочу рассказывать, это в основном то, что называют Африкой южнее Сахары, или чёрной Африкой называют. То есть, то место Африки, где вот, которое является областью проживания представителей, так сказать, чёрной расы. Ну, вот слово «раса», то есть, синоним слова, так сказать, «порода», я почему так говорю, синоним слова «порода», вот есть такая замечательная книга у Чарльза Дарвина, да, основоположника, так сказать, дарвинизма, называется книга так, «О происхождении видов путём естественного отбора и выживании, выживание наиболее приспособленных рас». Вот, обычно на русский язык это переводят как «Наиболее приспособленных, так сказать, пород», потому что о человеческих расах там вроде как ничего Чарльз Дарвин не пишет. Это дальнейшие, так сказать, потребители вот этой его концепции, они уже её на людей приложили, вот появился расизм, не без вот обращения к трудам Дарвина, кстати говоря, к идеям дарвинизма. Вот, и вот в наше время, в эпоху политкорректности, некоторые учёные, западноевропейские, американские, начинают отвергать само понятие вот этого «раса», антропологическое такое понятие, ну, видимо, из таких вот соображений, ну, политкорректности, да. Ну, на самом деле, вот так вот, меня в советское время учили, что все люди братья, что вот для нас все вот расы равны, да, ну, это действительно вроде как так, да. Ну, а вот сам признак, которым обладает человек, вот этот вот расовый, ну, в этом вроде как нет ничего обидного в констатации, ну, констатация факта, да, вот, вот. Вот у чернокожих, у них много пигмента в коже, поэтому им надо вот регулярно, значит, получать, так сказать, солнечные ванны, иначе у них будет недостатка там какого-то витаминов в организме. Вот факт есть факт. А вот такие вот есть люди, белая-белая кожа, совсем пигмента нет, матовая такая, вот это вот, жители таких вот, знаете, так сказать, лесов, они на солнце ярком сгорят просто, да, у них просто кожа, ожог солнечный будет сразу, да, им загорать нельзя, да, ну, это же надо учитывать, правда. Ну, ладно, бог с ним. Мы не о расизме сейчас говорим, не о расах, а о черной Африке. Значит, вообще говоря, слово, значит, Африка, Африка, как говорят, имеет происхождением финикийское слово «пыль». Ну, оно звучало примерно как Афр, как-то так вот, и Афар, вот так и звучало это слово финикийское. Про финикийцев, помните, в истории древнего мира изучали? Нет, они не придумали фиников. Обычно, что придумали финикийцы? Фиников? Финики, что ли, придумали? Нет, они придумали алфавит. И они были в то пору мореплавателями. И вот эти вот финикийцы, родина их восточном побережье Средиземенное море, городок такой Тивер называется. Это там вот, восточное Средиземенное море, там где вот Палестина, там вот в тех местах. Вот это вот там их родина была. И они мореплаватели были, торговцы, пираты, работорговцы, ну, в общем, все как положено в античные времена. И вот эта группа граждан, она основала город Карфаген. Это недалеко от современного города Тунис. Карфаген по-финикийски значит новый город, фактически Новгород или Неаполь, это по-гречески новый город. Вот Карфаген по-финикийски новый город, а сзади, за стенами Карфагена простиралась пыльная-пыльная Африка. Вот так это и стало в Африке называться Африкой. Как говорят, это одна из версий происхождения вот этого этимологического слова, но это слово прилипло. И вот когда греческие товарищи, римские товарищи описывали окружающий мир, они выделяли Европу, Азию и Африку. Африка начиналась где-то в Египте. Некоторые границы Африки проводили по Нилу, но вообще, вы сами понимаете, по Суэцкому перешейку. Там, где сейчас Суэцкий канал, это искусственная, так сказать, граница появилась теперь между Африкой и Азией. Суэцкий канал, да, вот уж четкая совершенно граница, но вообще по Суэцкому перешейку. Вот граница проводится. И вот Северная Африка, это место обитания, в общем-то говоря, народов, так или иначе принадлежащих к культуре, связанных, наследников средиземноморской культуры. Помните, в Древнюю Грецию, Древний Рим, античная культура, Древний Египет, это вот этот вот весь вот очаг. Арабская культура, это тоже вот средиземноморская культура, она долгое время, культурная традиция арабская питалась, скажем так, вот наследием Римской империи, значит, переводами латинских книг. Потом от арабов эти переводы попали в Европу. То есть, это вот этот вот конгломерат такой вот евразийский, да, Европа, Азия и Северная Африка. Это место, где в основном проживают, скажем так, вот лица, говорящие на арабском языке. А дальше находится Сахара. О, какая-то мощная преграда, да, Сахара, пески, это океан песка, естественные границы обитания. Когда-то, еще в самом начале, после Ледникова, Межледникове, в котором мы живем, вот этот вот океан песка был покрыт растительностью, да, реки протекали, да, всякие лани бегали, антилопы, лес и степь, да. Сейчас это безжизненное место, оно вот разделило это безжизненное место, отделило мир Черной Африки. Экваториальная Африка, Южная Африка, там, где в основном, значит, обитают местные населения чернокожие. Ну, вот возникает такой вопрос. Вот у нас тут, понимаете ли, значит, Древний Египет был, мощная цивилизация. Во многом в культурном отношении частично греческая цивилизация, ну, скажем так, она ассимилировала какие-то концепции древнеегипетские, да. То есть, в принципе, мы можем себя считать отдаленными наследниками, вот, потомками интеллектуальными, да, в интеллектуальном плане, вот этой самой вот египетской цивилизации. А как вот африканцы? Там вот настоящая, так сказать, настоящая Черная Африка, что там было с государственностью? Вы знаете, тут интересный очень факт. Мы кошелёк ищем, если потеряем, под фонарём, там, где его видно. Вот египетскую культуру хорошо изучать, её, ну, в переносном смысле, видно. Сухой климат в Египте. У египтян была манера, значит, использовать папирус, на папирусе писать. В сухом климате папирус хорошо сохраняется. У вавилонян была привычка использовать для записи глиняные таблички, особенно божжённые глиняные таблички, они хорошо сохраняются. Понимаете меня, да? И вот эти вот две культуры, две цивилизации, нам вот очень много чего вот от них досталось, нам их можно изучать. Да, там были ещё памятники каменного зодчества. А почему, собственно, из камня строили? Ведь, простите меня, из камня строить гораздо тяжелее, чем из дерева. Вот скажите обычному жителю российских равнин 19 века, какой дом построить, каменный или деревянный? Каменный, конечно, престижно, скажет он, но это дорого. Трудом праведных не наживёшь палат каменных. А вот деревянный дом построить просто и дёшево. Пошёл в лес, свалил деревья нужное количество, как положено, обработал, просушил и сделал сруб. Ну, правда, это не вечное. Где вы видели дома, которым там, я не знаю, в России деревянные дома в тысячелетней давности? Нет таких. Всё давно. Грибок съел, сгнило, пожары и так далее. А пинамиды стоят, да? А разные там, так сказать, древнеегипетские храмы до сих пор стоят, да? В них туристов вводят. Они до сих пор работают, приносят в казну Египта доход и владельцам туристических компаний тоже. А вот в Африке, южнее Сахары, там климат тропический, там влажно, там много дерева, да? И там, в общем-то говоря, фундаментальная постройка не очень нужна, честно говоря, в таком климате. Ну, зачем она нужна? Мы строим такие дома, бревенчатые, чтобы скрываться от холода. Египтянин строит дом, строил дом, но у него не было выбора. У него единственный строительный материал, приличный, это камень. Всё остальное, ну, совсем никуда не годилось. А вот, ну, это такое, ну, типа, камушевый шалаш, камушевая хижина, да? Они, естественно, тоже от древней Египты до нас не дошли, эти камушевые сооружения. Вот. А в той Африке вы кого-то реально, пожалуйста, построите дворец деревянный, да? Ну, если вы там какой-нибудь местный царь, пожалуйста. Ну, вот он же до нас не доживёт. Вот информация о существовании там древних государств, да, она есть. Да, вот вы можете в интернете поискать, посмотреть историю этой самой Африки. Ну, и в интернете это вы поискать можете. Я-то по старинке пошёл бы в библиотеку, почитал, поднял бы книги, вот, почитал бы, изучил бы. И, ну, скажем, в основном это открытие последних десятилетий, во-первых. А во-вторых, ну, не остаётся от этих государств ничего, понимаете? Не остаётся. Если вы пишете не на легко сохраняемом материале, как вот египтяне, в силу климата у них легко сохранялся этот материал, или как вавилоняне, вот, то всё. Ваша информация от вашей цивилизации не останется. Ничего не дойдёт до нас. Вот, ну, вот какие-то косвенные свидетельства, следы, отдельные археологические памятники каменные действительно есть вот в этой, в экваториальной Африке. Действительно, они свидетельствуют о когда-то существовавших там цивилизациях, существовавших там. Но не более того. Кстати говоря, мы в похожем положении находимся. Мы, россияне. Дело в том, что у нас древняя наша, древняя цивилизация на вот этой восточно-европейской равнине, или на восточно-русской, если хотите, равнине, на русской равнине, она вся развивалась в долинах рек. И вот, когда началось интенсивное развитие хозяйства, начали сводиться леса. Потому что хозяйство, это сельское хозяйство. Поля нужны. Под деревьями хлеб не сеют, нужно поле. И вот, значит, сводились, сводились леса. Значит, весной снег, который лежит на поле, тает. И вода попадает в реки, реки разливаются. И реки своими разливами образовали поймы, то есть они уничтожили свои берега. Все древние поселения в России, они были уничтожены, размыты. Их не осталось. То есть, о, так сказать, древней истории Руси, до летописной, до того момента, который отражен в летописке, который написан гораздо позже, вот, самой этой истории, мы ничего не можем знать. Археологических памятников даже не существует. Они, ну, существуют фрагментарные, отдельные такие вот. Потому что все, вся жизнь вдоль рек была уничтожена. То есть, мы в этом, в археологическом плане, наша древняя история такая же Африка. Но нам повезло несколько позже. У нас как-то, к нам труднее было добраться. К труднее было добраться к нам просто, да. Ну, то есть, добирались к нам товарищи, вот, из Монголии добирались на лошадях. Ну, в общем, как-то побудут, побудут, и тут им особенно с лошадями-то делать-то нечего. Нет настоящих степей у нас туда, они уходили. А вот в Африке, ну, другой разговор. Так, вы знаете, есть такая неравномерность развития, да. Мы ведь тоже не были никогда, значит, особенно впереди планеты всей. Догоняющее развитие такое, да. Вот, когда к нам пришла, ну, ныне действующая у нас цивилизация, вот это крестила Русь, там, да, помните, князь Владимир и так далее. Когда мы, так сказать, постарались приобщиться к восточной ветви христианства, к византийской культуре, вот это к нам стало поступать. Да, это когда-то случилось, там, в 988 году, это чуть больше тысячи лет тому назад. Все, что было до этого, мы просто не очень знаем, не очень представляем. И потом-то мы вот как-то так вот, ну, говорят, монгольское нашествие нас, так сказать, немножко опустило, да. У нас не было такого вот наследия, как наследие Римской империи, что было вот в Западной Европе, да, на юге, на западе Европы. Там все-таки были города, которые построили римляне, в них жизнь-то не прекращалась. Да, да, это рухнула Римская империя, но жизнь была, то есть, преемственность цивилизации сохранилась. Пусть она все переделалась, исказилась на другой лад, но она была, а нам не еще было принимать. Мы так вот какие-то сверхушки, да. Обратите внимание, какой-нибудь любой средневековый деятель европейской культуры знал, что земля круглая. А у нас-то и деятелей культуры, собственно говоря, особенно не было. Ну, кто, священники были единственные деятели культуры, на все руки мастера в плане культурном и научном. И у нас до 17 века было мнение, что земля плоская, какие там часовые пояса, что плоская земля. Нет ничего такого. Нет, нет. Это потом к нам западная наука. И не было у нас такого. Университетов не было, да, у Европы университеты были. Ну, вот мы тоже, как такая Африка моя. Так ты особо не гордитесь перед ней. Просто нам немножко повезло, к нам далеко добраться было. А у них море. Африка таким клинушком внизу, да, из моря добираться к ним одно удовольствие. А к нам замучиться добираться. Морем это вот через Белое море добираться. У-у-у, Ченслер первый добрался. Это времена Ивана Васильевича Грозного. 16 век. Только тогда к нам и добрались европейцы. Или добрались, я уж не знаю, как правильно даже говорить. Видите, вот какая у нас культура. Вот. А туда попали. И попали с двух сторон. И с востока, и с запада. С востока, с арабского востока, скажем так. Вот попали люди. И они увлеклись вот этим большим, кольшой культурной ступенью. Понимаете? Большая культурная ступень, большие, так сказать, культурные различия. В плане особенно военном. И легко можно было доминировать там, в Африке. А доминировать, это значит рабов захватывать. Вот тогдашние страны Востока, они очень, так сказать, легко относились к рабовладению. Это вот в христианских странах рабовладение с самого начала осуждалось. Понимаете как? Христианство возникло как некая такая антитеза рабовладельческой Римской империи. То есть, погибель Римской империи, врага христианства, и заодно и уничтожение рабовладельческого строя. В Америке ведь инициаторами уничтожения рабовладельческого строя были как раз ортодоксальные христиане, такие, знаете, фанатики христианские. Вот они были инициаторами, именно они провели поправку Конституции США, по-моему, она называется, так сказать, 13-я поправка, которая упраздняет там рабовладение в Соединенных Штатах. Вот такие вот дела. А тут это вот не было, они были не христиане, люди ислама были, там к рабовладению относились так вот лояльно. Вот, и начался этот процесс. Ну, рабов много, чернокожих там особенно не было, потому что не к чему было привлечь, понимаете? Вот одна из причин, почему, скажем так сказать, Европа в техническом отношении сильно опередила Ближний Восток. Ближний Восток, там как здорово все вообще, там богато было, там были университеты, там Багдад, такой вот сказочный волшебный город был, да? Чего только не было, каких только красот, Багдад, Дамаск. А дело в том, что у них сухой климат, воды мало. И организовать, скажем так, вот крупное производство было невозможно. Крупное сельскохозяйственное производство, тоже большие сложности были. Территории были, а воды не было. Климат засушливый. Почему производство нельзя организовать, промышленное? Дело в том, что вот в промышленности используется, силы воды в Европе использовалось традиционно, мельница, водяная, да? А молот в кузнице работает, поднимается, опускается вот этот вот молот с помощью чего? Водяного колеса опять, вода. А у них-то, какая там вода, какие там водяные колеса? Я вас умоляю, да? Нет там таких излишков воды. А в Европе климат влажный. Вот это вот сыграло роль. Ну и там особенно некуда было рабов в большом количестве применять. Ну нет для чего. Ну что они будут делать? Кормить их надо. А привлечь к каким-то таким вот сельскохозяйственным работам невозможно. Свои крестьяне есть на земле. Ну бесполезно. И вот настоящий бум, так скажем так, работорговли в Африке начался после открытия европейцами и начала им освоения, так сказать, хозяйственного Америки. Вот. И называется такое слово еще есть, треугольная торговля. Европейцы везли в Африку свои товары. Ну какая-нибудь ткань красненькая, да, побрякушки какие-нибудь, да, то чего там не было. И меняли у них на, значит, рабов. Жители прибрежных государств. Они как раз занимались работорговлей, захватом рабов, да. Отправляясь с экспедиции вглубь континента, да, вылавливались чернокожие жители континента, на них особо внимания не обращали. При этой охоте на людей, значит, значительная часть людей еще гибла, да. Не всех удавалось догнать живых до побережья, где можно было, значит, отгрузить, продать белым работорговцам, которые везли рабов в Америку, в основном в Южную, на плантации, так сказать, сахарные их там брали. Там было крупное производство сахара, да, товарная такая продукция. А сахар нужен в Европе, вот. Ну или на плантации юга Соединенных Штатов, там, значит, производство хлопка. И вот дальше треугольная торговля, почему называется, везут промтовары такие в Африку, меняют на рабов, рабов везут в Южную Америку, меняют их там на сахар, на колониальные товары, сахар, кофе, хлопок, да, и везут в Европу, в Англию или вот на побережье куда-то, на континент. Вот, всё. Причём, значит, процесс шёл так. Это называлось тогда в истории нашей Европы, ну, нашей, она не наша, соседней, в нашей соседке Западной Европы. Процесс назывался первоначальным накоплением капитала. Нужно было накопить капитал. И вот капитал очень хорошо накапливался. А России для своих промышленных революций, да, которые она регулярно устраивала у себя, очень тяжёлых таких революций, даже иногда кровавые, кровавые промышленные революции, можете себе такое представить, приходилось изыскивать внутренние резервы, внутренние ресурсы. То есть, отъём средств у крестьян, например, да, я вам как-то рассказывал вот про нашу советскую индустриализацию, да, или заимствование денег за рубежом без отдачи, как это вот происходило, значит, в царское время, да, вот, долги так и повисли, так и не были возвращены. Какие-то такие методы, очень тяжёлые. А там всё очень просто. Какой-нибудь житель какой-нибудь бухты, да, там какой-нибудь маленький населённый пункт, они сбрасываются на организацию вот этого вот такой экспедиции. Корабль покупают, нанимаются команды, может быть, сами в эту команду входят, и начинается треугольная торговля. И глядишь, на месте этой бухты уже город. Я не буду называть никаких названий, но вот некоторые британские города вот выросли вот благодаря такой треугольной торговле. Ну, вот, из совершенно малозначительного населённого пункта в районе какой-нибудь бухты. Вот. Приносится деньги, это приносило, значит, материальные ресурсы. Вот он, подъём экономики. То есть, в общем, извините меня, этой самой Африки хлебнуло сладкого до слёз. Потому что изъятие оттуда людских ресурсов было совершенно диким и безобразным. Точных оценок, сколько оттуда вывезли, в общем, не существует. Сколько людей там было уничтожено при этой ловле, в общем, тоже нет. Потому что, ну, точно нет статистики. Это вам не современная торговля там чем-нибудь, я не знаю, прокатом чёрных металлов, да. Там есть таможня, которая всё это фиксирует, статистические справочники. А тут какая тут таможня, какие справочники, да. Разбой, фактически, да. Колониальный разбой, это так это у нас раньше в книжке называлось. Ну, оценивают люди, конечно, эти потери, ущерб Африки. И речь идёт о сотнях миллионов жизней, которые вот за эпоху работорговли вот Африка потеряла. Представляете, какой кошмар. Вот, перемещённые лица. Естественно, жить в такой стране было очень тяжело. Потому что вот, ну, приходит к вам завоеватель, и ему нужно от вас не дань какую-нибудь, вот как монголы собирали в России дань, да. Вот я вот Россию сравнивал с Африкой, да, у нас какие-то с ней общие, так сказать, вот, исторические корни такие получили, что-то похожее. Дань собирали. А это нет, людей забирают. Какую там дань с вас взять? Что с вас там взять? Вы живёте там где-то там, ничего такого для нас нужного не производите, а? Понимаете? Как это потом уже, когда колониализм немножко стал более цивилизованным. Прям даже, прям не хочется. Так вот жалко Африку, я сейчас её жалею, невозможно. Пришли колониалисты и вот разбили, как поле, вот, знаете, вот, разбивают поле, чтобы, так сказать, картошку сажать по верёвочке. Вот, это вот вам, Иван Иванович, это вам, так сказать, это сам Софья Александровна. И всё, вот, разбили по верёвочке, протоптали межу и всё. А там не разбирай, кто там живёт на этом поле. Где какие червячки живут, где какие жучки живут, да? То есть, вот, отношение к местному населению было вот точно такое же. Не важно, кто здесь где живёт. Вот всё, здесь граница. Здесь владение Франции, здесь владение Бенгии, здесь британская корона владеет, а здесь, значит, германская колония. Всё. Вот такой был расклад. Не обращали внимания. То есть, разделили, как попало. Ну, понятное дело, что о государственности с этого момента у африканских народов говорить было невозможно. То есть, жили люди различных африканских национальностей, а там их достаточно много. Вот, мы в них очень плохо разбираемся. Но знающие люди, которые вот любят разбираться вот в африканских проблемах, они утверждают даже, что, строго говоря, среди вот этих вот чернокожих африканцев, мы, для нас это как это называется, представители негроидной расы. У меня так в учебнике было написано. Они говорят, не, это на самом деле три разных расы, говорят они. Они даже отличаются там и цветом кожи, и черепом. Представляете, там, оказывается, их на самом деле три целых расы. Оказывается. Как вот так вот некоторые представляются. А языки разные есть, вот, культуры разные, да. И между ними, в общем-то говоря, вы знаете, как, когда люди недостаточно хорошо образованы, без них никакого вражда возникает. Это, кстати, результаты наших исследований на постсоветском пространстве. Вот, ученые выяснили, социологи, что оказывается, спокойнее всего, терпимее всего относятся к людям другой национальности, другой культуры, другой религии, люди образованы. Ну, они друг другом вполне уживаются. Цивилизованные люди это называется. А чем меньше уровень образования, тем больше вот это напряжение какое-нибудь. Вот, что-нибудь им не нравится, да. И вот это, кстати, вот для чего еще нужно высшее образование. Для того, чтобы быть вот культурным, понимать, что не в драках рождается истина, не в спорах, а в мирном сосуществовании, да. Вот, а в Африке, простите, уровень образования невысок был традиционно. Ну, империалисты ушли там, все с собой унесли. Это была трагедия просто. Трагедия была не только сама колонизация Африки. Вот это разделение ее на разные кусочки. И, собственно, в этот момент история колониальной Африки, это история конфликтов между колонизаторами друг с другом. А это, где африканцы там, вот как вот, ну так, жители здешних мест. Мы тут вот занимаемся своими колониальными делами, а тут пускай живут там, да, поскольку. Самая разная степень была к ним безразличия. Вот такого безразличия, ну, скажем, положительного, да, нам все равно, где вы тут живете, да. И до безразличия такого вот, что... Мне все равно что-то живое, мне нужно вот от тебя что-то, да, понимаешь. Сейчас я тебе кусочек отрежу. Вот буквально так вот рассказывали, что некоторые португальские колонизаторы, если нужно было ему сделать ковырялку для трубки чистить, он мог у африканцев пальцы отрезать и с костью сделать ковырялку. Это какой кошмар. Вот такие вот ужасные вещи описаны, скажем так, в литературе того времени, да. Это ужас просто, правда, такое отношение. Лучше безразлично относилось, лучше ему наплевать бы было на него, чем пальцы отрезать, да. Вот. Ну и после всего, что Африка пережила, после Второй мировой войны, ну, настал такой момент, что колониальные державы решили отказаться от своих колоний. Тут была масса причин. Ну, трудно сказать, выделить какую-то одну из них. Вот, например, такой был замечательный президент американский Франклин Делано Рузвельт, который как раз во время Второй мировой войны руководил Америкой, он был союзником нашим. В то время Америка была союзницей Советского Союза. И вот при Франклин Делано Рузвельте всякие там, значит, соглашения осуществлялись. Америка нам активно помощь оказывала в ту пору. Ну, и вот. И вот Франклин Делано Рузвельт, он, ну, как у нас пишет в Советском Союзе, был ставленник американского крупного капитализма, естественно. И он считал, что вот то, что Африка – это колониальный, так сказать, придаток европейских стран, Франции, Бельгии и Великобритании – это плохо. Это плохо, ну, с одной стороны, с чисто гуманитарных соображений, с другой стороны, то, что это закрывает Африку, Африку все-таки огромная территория, огромный рынок потенциальный закрывает от других субъектов мировой экономической жизни. То есть, в том числе, это Соединенных Штатов. И он вот на конференциях времен Второй мировой войны, международных конференциях, они там с британцами встречались, с Деголем, представителем Организации Свободной Франции, он проводил все время линию, что после войны ведь нужно быть объект деколонизации проводить, да, надо. Не нужно этих колоний. Вот, ну, он имел возможность давить активно, потому что поставлял оружие, продовольствие поставлял, Америка поставляла продовольствие в Великобритании, там, вот, в частности, поддерживала их. Освобождение Западной Европы ждали, в общем-то, от американского десанта. В конце концов, действительно, так и получилось. При создании ООН, там, в ООН был предусмотрен комитет по деколонизации, да, Ну, вот, деколонизация прошла. В начале 60-х годов, вот, было такое массовое, скажем так, про разглашение независимости африканских колоний европейских, причем сразу возникла проблема. Да, перед этим была борьба там, между прочим. Это конец 50-х годов в Брюсселе была всемирная выставка. Это не в плане борьбы, это в плане отношения вот тогда же. Конец 50-х годов, 59-й год. Уже спутник летал вокруг Земли, да, уже в обратную сторону Луны сфотографировали, да, уже Гагарин идет, предполетные тренировки в центрифуге его крутят, представляете, да? Вот что было, происходило. Уже цветное телевидение вот как-то уже появилось, пока в мечтах, но уже есть образцы, да, уже СВЧ-печки показывают, да, понимаете как? Уже зародилась идея, не построить ли нам такое светлое коммунистическое будущее к 80-му году. Вот это все момент. И вот, значит, в Брюсселе, это столица Бельгии, колониальной такой страны, происходит мировая всемирная выставка очередная. Значимое такое событие культурное тогда было. Советский Союз в ней принимал участие, Бельгия принимала участие. И вот, значит, на бельгийской вот этой вот территории выставки была воссоздана, скажем так, африканская деревня из бельгийского Конга. Ну, вот, да, дома, вот эти хижины, скажем так, по-нашему, и люди оттуда были привезены. То есть это был своего рода зоопарк, понимаете? Вот, наверное, это был последний случай в истории, скажем так, вот, человечества, когда чернокожих людей показывали в зоопарке как зверей, да? Ну, как животных, не будем говорить зверей. Но это было какие годы? Это конец 50-х годов. Это кошмар. Как еще совсем недавно, вот, выглядел мир. Это считалось нормальным, да? Вот сейчас как-то это вот ненормально. Сейчас как-то это вот не идет. Как-то это вот не нравится нам. Вот, ну, и, кстати говоря, вот это Конга вело борьбу против Бельгии. Бельгийцы очень так жестко противодействовали этому освобождению. Там шла гражданская война. Патрис Лумумба такой был замечательный деятель в Бельгии. Он был убит, уничтожен колониалистами. Ну, вот он такой был прогрессивный. Его до сих пор вспоминает африканская интеллигенция. И нужно сказать, что университет дружбы народов такой у нас был, российский университет дружбы народов, он сейчас так называется. Он когда был основан, он назывался имени Патрис Лумумба. Вот это я уж так часто, он так почему-то не называется. Хотя человек вполне достойный. Я вот удивляюсь, почему убрали. Имени Ломоносова есть университет, да? Собственно, почему нет Патрис Лумумба? Это же университет дружбы народов. Он создан для того, чтобы там учились представители различных зарубежных стран. А Патрис Лумумба это такой вот символ эпохи деколонизации. Такая знаковая фигура, как сейчас говорят. Ну, и после этого возникла современная Африка. А государства возникали в границах тех колоний административных, которые там были. Вот так вот, как поле-то разрезали, не разбирались, где какие живут жители. И сразу возникла проблема, вот неправильные границы. Сразу после вот этой деколонизации на конференции африканских государств было решено, ну, на это закрыть глаза. Глаза-то закрыли, и сейчас африканские страны не предъявляют друг другу территориальных претензий. Ну, реально вот разделенные народы существуют. Реально это портит им жизнь. Реально это приводит регулярно ко всяким этническим конфликтам. Эти этнические конфликты совсем не такие, так сказать, громкие, как в других частях света, потому что там просто, ну, оружия, к счастью, мало. Вот поэтому они не такие громкие. Но, что значит, не громкие? Миллионные жертвы там есть. Вот был конфликт между двумя народами Туцци и Хутту. Вот, вот, миллионы были убиты, пожалуйста. Ну, неприятная, в общем, вся ситуация такая. Так вот, Африка, я помните, говорил вам про Китай, что это вот Китай, это страна будущего. Так Африка это потенциально самая такая вот, еще пока не устроенная страна. Вы представляете себе, если наконец Африка сосредоточится, как говорится, да? Вот если Африка сосредоточится, черная Африка, да? Ну, там есть ресурсы, есть вода, есть солнце, есть полезные ископаемые. Но их, правда, надо добывать, это без иностранцев не получится, техника нужна, инвестиции нужны. В Африке есть проблема, нет инвестиций. И вот эту проблему, отсутствие там инвестиций, так и не решили за вот полстолетия, которые прошли после деколонизации Африки. Ну, как бы вот, говорят так, вот мы бы могли Африке помочь, европейцы говорят, или люди западной культуры. Да, мы могли бы помочь, но там какой-то нет стабильной политической структуры. И те структуры политические, что есть, они насквозь коррумпированы, так вот говорят, да? Вот, ну, вот тут трудно разобраться, ведь сейчас ведь уже нет колоний, то есть европейцы не могут там порядок наводить, да? То есть там живет то общество, которое они сбросили со своих счетов в тот момент. И в европе просто не нужны были колонии, они уже не приносили нужной прибыли. Необученный вот такой вот человеческий капитал им был ни для чего не нужен, да? Да, рабочей силой им лишняя была не нужна. Вообще, постоянная спутница, как говорится, капитализма, это такая некоторая, некоторая, той или иной степень безработицы, да? Главнейшие ценности общества, это рабочие места созданные, да? Кто же сейчас будет создавать места рабочие в Африке, да? Вот это вот проблема. То есть вот комитет по деколонизации ликвидирован, дисколоний больше нет. А вот как помогать этим африканским странам? Кто должен помогать? Ну, регулярно, значит, попытки такие помощи происходят. И Советский Союз, сейчас Китайская Народная Республика. Ну, как это воспринимать? Некоторые говорят, это просто политическая акция. Это хотят просто привязать к себе вот какое-то чье-то правительство, да? Вот. Вопрос об эффективности этих инвестиций, он тоже остается открытым, да? Сколь они эффективны на фоне, так сказать, коррупции. Вот есть такая страна Зимбабве, да? Не так давно она освободилась, кстати, от, так сказать, от наследия капитализма. Там была страна такая, Южная Родезия. Она уже не была английской колонией, значит, ну, в 60-е годы еще была английская колония. Но там вот правили, так сказать, бывшие колонизаторы, да? Европейское, так сказать, меньшинство, белое меньшинство. Вот. Ну, вот сейчас она независимая, сейчас там африканцы у власти. И вот, например, 20 миллиардов зимбабвийских долларов стоит 50 американских центов. Ну, то есть, вот на эти деньги в трамвае в Москве, значит, не проехать. На 20 миллиардов зимбабвийских долларов. То есть, видите, вот какой вот тут большой уровень инфляции, да? Постоянно, значит, там они все время дешевеют, дешевеют. Ведь, очевидно, на финансовый рынок зимбабвийский доллар вышел, он ему что-то стоил, да? Не миллиарды нужно было платить за проезд на трамвае. Вот такая вот экономическая проблематика там, очень тяжелая. Можно только помечтать, вот бы там вот наладились дела. Но как, пока никто не знает. Как наладить дела в Черной Африке, пока особенно никто не знает. Есть отдельные места, где так дела идут более или менее. Более или менее. Но всему мешает недостаток образования, недостаток образованных людей, недостаток привычки вот городской жизни, городскому труду, да? Это страны изначально сельскохозяйственные, да? Ну, вот, например, в России, вот так вот тоже я все Россию с Африкой сравниваю, в 19 веке ведь тоже кто шел на работу в города? На заработок шли жители деревень, села. Хорошо, если деревня далеко. Человек переезжал на постоянное жительство, вот, в Слободу, вот, при заводе. А если деревня рядом, он ездил на работу, вот, ну, просто как, чуть не каждый день. И вообще предпочитал ходить работать только зимой, когда летом, вот, он занимался сельским хозяйством. Да, вот такое сочетание. Это медленное, что такое, врастание людей в городскую культуру, в городскую промышленную культуру. На это потребовалось, собственно говоря, очень много лет. Вот, смотрите, в 60-м году, в 1800, вот, в этом районе, произошло, значит, освобождение крестьян, стала развиваться городская вот эта вот промышленность. И, ну, к 17-му году у нас всего 10% было городского населения. И еще не факт, что все они занимались промышленным трудом. Да, то есть, все имели такие места рабочие. А для этого нужны еще были такие очень сильные волевые усилия во время советской власти, вот, с этой индустриализацией. Вот. Как это сделать в Африке? Никто не знает. Нет такой политической воли. Обратите внимание, СССР был большой державой, а вся эта Африка разбита на много кусочков. Нет там никакого такого вот... Как это называется? Нет идеи, которая могла бы сплотить и мобилизовать Африку. И все время есть искушение хапнуть побольше денег и уехать в Европу. Вот так. Такое искушение есть и у нас сейчас в России. Хапнуть денег и уехать на ПМЖ куда-нибудь в Лондон. This is London, да. Ну, все, у нас вот тоже, видите, сколько много с Африкой. Но все-таки у нас, вы радуетесь, мы гораздо лучше живем, чем Африка. Гораздо спокойнее у нас, гораздо все лучше организовано. Гораздо проще у нас с рабочими местами. Вот. То есть, вот, благодарите судьбу или Бога, кого вы хотите благодарить. Благодарите, радуйтесь жизни, что живете здесь в нашей стране. Африка огромный вот этот вот кусок земли. И, в принципе говоря, он ждет чего-то такого, что его может вот... Нужна какая-то идея. И, в принципе говоря, в любой момент такая идея может появиться. В принципе, в любой момент может появиться что-то, что позволит Африке влиться вот в экономическое вот это русло. Вот, появилась же возможность у Китая влиться, да? Дешевая рабочая сила. И началась работа. Да, в Африке тоже дешевая рабочая сила. Но она не организована так, как китайцы. У китайцев есть привычка, у них император был. А в Китае, в Африке не было вот таких вот императоров. Там капиталисты были, колониалисты были. Этих африканцев все равно было. Они для них были так. Второстепенными объектами. Они не ради этого в Африке были. Ради алмазов, ради золота. Ради чего-то такого, стратегического интереса. Желаю вам удачи, всех вам благ. Пока.